Всем привет! Меня зовут Самилок Евгений, я преподаватель школы шахматы SkySmart. Мне 25 лет и вот уже почти 2,5 года я занимаюсь преподаванием шахматы. Как в оффлайн формате, так и в онлайн формате вместе со школой SkySmart. Возможно, некоторые из вас помнят меня со прошлого стрима, который я проводил зимой. Вот. Ну а сегодня мы с вами поговорим на такую очень важную для всех, ну и на самом деле для меня очень сильно тему. Она называется следующим образом. Веселимся или идем строго по учебнику? Как провести максимально эффективные занятия? Почему я вообще пришел к этой теме? Дело в том, что многие из нас, некоторые любят школу, например, или преподаватели, или репетиторов, неважно. Вообще, в целом, процесс обучения. Некоторые нет. И я очень долго думал над этим, пытался разобраться. Вот в чем же проблема? Почему одни школу вспоминают с теплотой и университет, и обучение, а другие, ух, лишь бы поскорее все это закончилось. Вот. И я пришел к такому выводу про то, что в современном мире очень важным для нас является не просто получение информации, а мотивация самостоятельно обучаться. Преподаватель, который преподносит информацию, он должен не просто вот нам взять кучу информации, навалить на ученика, а он пускай уже делает с ней и разбирает, что ему нужно, что ему не нужно. На самом деле сейчас это работает немножечко не так. Так. Я вот немножечко взялся посчитать, что, сколько времени вообще у ученика в целом есть. Всего в неделю у нас, как вы думаете, сколько часов? 168 всего. Но на самом деле большая часть из них уходит на сон, большая часть из них уходит на какое-то другое обучение, занятие, хобби. Вот. И в целом, что у нас остается? У нас остается чуть больше 50 часов свободных, которые ученик может уделить какому-то своему личному хобби или, соответственно, вашему предмету. Сколько вы с ним в неделю занимаетесь? Ну, пускай это будет одно занятие, два занятия, даже три. И вот смотрите, мы берем один час, ну, хорошо, пускай три часа мы берем, и 50 часов. И вот сравните. Если берем ситуацию один, вот у нас есть ученик, ученик Рома, вот мы его взяли, мы его кучу информации ему напичкали, три часа в неделю мы с ним плотно, так хорошенько позанимались, кучу всего выучили, но мотивации ученика особой, так, в принципе, и нету. И поэтому три часа в неделю мы занимаемся, а остальные 47 часов занимаемся чем-то другим, просто выбросив наш предмет из головы. А так примерно за пару часов до занятия мы там делаем домашку, мы там вспоминаем, что нам говорил преподаватель, и вот уже мы как бы снова включаемся. То ли в шахматы, то ли в английский, то ли в математику, то ли в язык, то ли в еще что-нибудь. Вот. И теперь возьмем ситуацию два. Вот у нас уже ученик не Рома, вот у нас уже ученик, к примеру, Марат. И Марату мы не просто даем информацию, мы объясняем, что и зачем нам нужно. Что вот, например, смотри, вот этот вот пример ты изучишь, и он у тебя будет на контрольной работе, и, соответственно, ты сможешь получить большую оценку, твои родители тебя похвалят, и будет вообще все великолепно и замечательно. И у ученика появляется самое важное, то, что он не может просто, например, загуглить в интернете, прочитать, посмотреть видео на Ютубе, появляется мотивация, появляется понимание того, зачем мы вообще здесь собрались, зачем мы вообще здесь обучаемся. И я считаю, что это на самом деле подходит не только для преподавания онлайн или оффлайн один на один. Это точно так же работает, если мы говорим про школьное обучение. У меня был очень крутой преподаватель английского языка в школе. В один прекрасный день она, вот пример, это только один пример из многих-многих-многих, вот, она в один день просто приходит и говорит, естественно, это все на английском, мой английский сейчас не такой прям идеальный, поэтому я на русском все-таки буду говорить, вот, она приходит и говорит, здравствуйте, дети, а угадайте на этих выходных, где я была и что делала? И мы начинаем угадывать, там, например, вы сидели дома? Нет, вы что, я не сидела дома? Хорошо, вы где-то путешествовали? О, да, я путешествовала. А где вы, а в каких странах вы были? Хорошо, она начинает рассказывать, в каких странах она была, потом, соответственно, рассказывает, сколько дней пути это заняло, где она была, что увидела, с какими людьми пообщалась, какие были интересные ситуации, связанные с тем, что, например, у нее академический английский, а, например, на острове Мен человек, который говорит вообще на своем английском, и наш преподаватель его практически не понимает, потому что там просто какой-то жуткий диалект, и тот человек нашему преподавателю сказал, да вы вообще, наверное, английский, тогда не знаете, кто вас учил вообще, разве меня не понимаете? Вот так вот любопытно получилось. И понимаете, тогда преподаватель перед нами, во-первых, становится живым человеком, не просто головой, читающий из учебника и дающий задания, вот, а во-вторых, мы понимаем, что круто же английский, соответственно, если мы также будем хорошо знать, как преподаватель, мы сможем куда-то поехать, познакомиться с людьми, свободно там общаться, изучать культуру, увидеть мир, ну, это же просто огромнейшая мотивация. И, соответственно, что потом было? Потом, где-то недельки через две, у нас было занятие с другим преподавателем. Это тоже, в принципе, хороший, профессиональный преподаватель, у него отличное произношение, отличная дисциплина на занятиях, все четко, все по методичке. Вот мы приходим, открываем книжечки, читаем упражнение 1. Сделали упражнение 1. Теперь, дети, переходите в упражнение номер 2. Прочитали упражнение номер 2. Делаем упражнение номер 3. Как легко догадаться, за занятием мы сделали 8 упражнений, много всего прошли, вообще молодцы, круто повторили грамматику. Но сказать, чтобы я что-то запомнил из этого занятия, вот прямо сейчас, я помню что-то из этого занятия? Да, вообще ничего. Я помню, что мы делали упражнения, о чем они были, или что мы повторяли, к сожалению, уже нет. А вот то, в каких отелях путешествовал наш преподаватель, с какими людьми она общалась, какие музеи посетила, какие интересные обороты речи она использовала, вот это я помню и до сих пор, потому что это жизнь, это то, что действительно интересно. Вот, примерно так. То есть это мы, скажем так, было небольшое вступление, почему, в принципе, это важно. Вот. Теперь плавно переходим к следующему моменту. Замотивированный ученик, вот как я уже говорил, что у мотивированного ученика есть на самом деле очень много свободного времени. И уже от вашей совместной работы, того, как вы построите баланс в вашем обучении, в мотивации ученика, или просто тому, чтобы дать ему кучу информации, зависит от того, насколько он сам будет углубляться в этот предмет. Будет ли он дополнительно что-то читать, смотреть какие-то видео, спрашивать у кого-то, читать энциклопедии, задавать вам дополнительные вопросы. На самом деле, настоящее обучение, настоящий прогресс идет тогда, когда ученик уже самостоятельно просит еще, еще, еще. А вот тут как? А здесь как сделать? А вот я видел такое. А объясните вот это, пожалуйста. И вот тогда действительно у нас идет просто, ну, невероятный скачок, что ты приходишь на занятия, реально тебе самому, как преподавателю, становится приятно с таким учеником работать. Ты понимаешь, что это все не зря, что ты не просто 50 минут отговорил в одни ворота, ученик послушал, тебе все понятно, мне все понятно. На следующем занятии домашку сделал, не сделал. Почему? Непонятно. А что непонятно? Ничего непонятно. Если честно, у меня было много таких ситуаций, но на самом деле это все решаемо. Я вообще уверен, что нет такого, что вот какой-то ученик там плохой, я в принципе не оперирую, плохой, хороший, нет такого понятия, что ученик неспособный, нет понятия, что ученик чего-то не может сделать. Все могут научиться и математике, и языкам, и шахматам, всему чего угодно. Главное мотивация. Показать ребенку, что это интересно, показать ребенку, что это полезно, и на своих примерах, соответственно, привести его в этот мир. И тогда уже будет все у нас замечательно. Ученик будет наследовать вас, брать с вас пример, и, соответственно, будет становиться все лучше и лучше. В некоторых аспектах, возможно, будет даже немножечко стараться становиться выше и круче вас. И это, конечно же, супер. Вот. Так, ну что, теперь, ну это у меня такое небольшое вступление было. Большое такое вступление, на самом деле, получилось на целых 10 минут. На самом деле, планировал 5, но не суть. Теперь переходим к самому процессу обучения. Вот мы пришли с учеником на урок. С чего нам стоит начать? Стоит нам начать, естественно, с того, что мы поприветствовали ученика, спросили, как у него дела. Возможно, задали какие-то более личные вопросы, потому что, например, любой может спросить, как у него дела. А, например, как поживает твоя собачка там? Как ты себя чувствуешь? Ты уже выздоровела? Вот у тебя на прошлом занятии болело горло. Как ты сейчас себя чувствуешь? Это все позволяет нам более близкий контакт иметь с учеником. Он нам будет больше доверять, и, соответственно, мы сможем более эффективно проводить с ним занятия. Он будет более вовлечен в нашу с нами совместную работу. Так, что у нас дальше? После того, как, соответственно, мы поприветствовали ученика, как мы с ним поговорили, такую немножечко разминку провели. Так, ну, в принципе, если у нас большой класс, то есть, если это вдруг обучение не один на один, как, например, я занимаюсь, то тогда можно просто общий вопрос задать, что, дети, как у вас дела? Кому-то точечно можно что-то спросить, что-то какой-то вопрос задать. Да, но совсем легко поговорить, конечно, не получится, но, тем не менее, можно попробовать. Потом у нас, соответственно, идет проверка домашнего задания, если оно, конечно, было на прошлом занятии. Это действительно очень важно, когда мы проверяем домашнее задание, не просто говорить, что вот здесь хорошо, вот здесь плохо, вот здесь хорошо, вот здесь плохо. Нету хорошо, нету плохо сделанного задания, нету хорошо сделанного задания. Есть такое понятие, как точка роста. Во-первых, она исключает слово плохо и хорошо, на которое ученик, соответственно, может, скажем так, немножечко неправильно для нас реагировать, что вот ты неплохо справился, а вот это наша точка роста. И, соответственно, оно воспринимается совсем по-другому. Так, ну и теперь, соответственно, начинается наше само занятие. Я обычно, когда провожу занятие, я стараюсь, чтобы оно было максимально веселым, чтобы ученик, он радовался каждой задачке. Если он правильно сделал, класс, мы можем там покричать, руками помахать, ура, ты молодец, супер, как у тебя получилось. Ну, конечно, круче всего это работает с маленькими детьми. Когда ученик уже более взрослый, то там уже, скажем так, более сдержанные эмоции. Но все равно это оставляет пространство для некоторых шуток, для юмора, для, возможно, каких-то подколок ваших общих вместе с учеником. И это получается, в принципе, довольно продуктивное занятие. Вот. Кроме этого, все-таки важно не забывать про смысловую составляющую. То есть, ну, мы не просто веселимся целый урок, чтобы не был просто урок ради веселья. Мы же собрались все-таки чего-то научиться. То есть, мы идем так пласт за пластом. То есть, мы и веселимся, и мы, соответственно, делаем с учеником полезные вещи. Ну, и в конце занятия очень важно соблюдать принцип бутерброда. То есть, когда мы в середину наполнили каким-то, например, сложным материалом, который не так просто изучить, то в конце важно сделать такую заминку. И материал попроще. Может быть, какие-то, какую-то историю, связанную с этим предметом, которая тоже, соответственно, даст мотивацию. Может, какие-то простые задачки. То есть, вот на такой вот легкой, позитивной ноте, на волне успеха, закончить занятие. И тогда, соответственно, у ученика будет складываться более позитивное впечатление. Ведь запоминаем начало, запоминаем конец. Лучше всего остаются приятные ощущения от предмета, и, соответственно, появляется желание приходить на занятия снова и снова, изучать предмет больше и больше, ну, и, соответственно, делать в нем большие успехи. Вот так. Конечно, иногда бывают у меня вот лично случаи, когда слишком много становится веселья, и что тогда важно делать? Важно, во-первых, это понять и начать плавненько, 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 потихоньку переходить к более осмысленному наполнению урока. То есть, шуток чуть-чуть становится поменьше, занятия серьезного становится чуть-чуть побольше. Вот если прям так резкий делать переход от были-были, там, шутили, веселились, смеялись, целое занятие, а теперь все занятие мы, там, не знаю, там, задачки решаем или, там, просто играем в шахматы или, там, просто чем-то серьезным, скучным занимаемся, то ученик вас просто не поймет, у него будет, как бы, шок, непонимание, что вообще произошло, и могут остаться какие-то неприятные вопросы и, скажем так, чувство натяженности между учеником и преподавателем. Поэтому здесь все надо делать плавно. То есть, если видите, что занятие становится не совсем продуктивным, значит, потихонечку, потихонечку увеличиваем нагрузку и ученику время от времени напоминаем, что вот немножечко мы с тобой рассказали, там, например, хорошую, красивую, интересную историю, вот, а теперь пришло дело уже к серьезным примерам, к серьезной работе. Вот так. Так, ну и что? Давайте теперь немножечко подведем итоги. Что, в принципе, уже было сказано и что, в принципе, я хотел бы сказать еще. На самом деле, хотелось бы сказать еще очень-очень-очень много, но немножко ограничит хронометражом записи этого видео. Итак, первое, что нам надо сделать с нашим учеником, когда он приходит на занятие. Конечно же, мы рады его видеть, мы с ним поприветствовались, мы проверили домашнее задание, выявили точки роста, поинтересовались, как он себя чувствует, как у него дела, как поживает его собака. То есть наладили близкий контакт, так, немножечко настроились на обучение, настроились на, развивая на такой хороший, позитивный лад. Вот. Потом, соответственно, у нас идет блок такой плюс-минус более серьезный. Мы решаем задачки, мы решаем примеры, мы обсуждаем что-то серьезное. Но при этом все равно на таком позитиве, потому что важно нашего ученика, вот опять же повторяю, вот самое важное, что сегодня я хочу рассказать, мы ученика не пичкаем информацией. В интернете всего того, что вы хотите рассказать, будь ваш предмет, английский, шахматы, математика, физика, география, все что угодно, все то, что вы ученику расскажете, с огромной долей вероятности, можно найти на ютубе, в гугле, везде, 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 где угодно. Но зачем же тогда преподаватель? Вот. А преподаватель у нас, вот в чем кроется самая большая загвоздка. Преподаватель для того, чтобы показать правильный путь, чтобы дать направление, дать мотивацию, показать и объяснить ученику, зачем мы вообще изучаем предмет, что он может для нас принести. И, соответственно, тогда и ученик уже для нас открывается, тогда он начинает самостоятельно изучать, самостоятельно работать, а мы только корректируем его действие, что вот даем такое задание, даем такое задание, объясняем, очень важно объяснять, что и зачем мы делаем. То есть не просто вот так вот информацию в лоб. Каждый блок информации или каждое задание, оно, соответственно, объясняется, если ученик не понимает, конечно, зачем оно делается. Вот так вот. Ну, про что еще можно было бы рассказать? Ну, и, конечно же, не забываем про то, что у ученика на самом деле свободного времени намного больше, чем мы с ним занимаемся. Там 3 часа против примерно 50 часов в неделю. Конечно, вот мы не говорим ученику прямим текстом, что вот ты должен там заниматься больше, 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 только там шахматами, только или там только математикой жить. Нет, ни в коем случае. Мы, наоборот, самостоятельно подводим ученика к тому, что он самостоятельно все больше и больше заинтересован в этом предмете. И на самом деле особенно круто это получается у маленьких детей, которые иногда, ну, вообще проявляют просто невероятную трудоспособность. У меня был один мальчик, ученик, которому я помог зарегистрироваться на сайте ЛИЧЕС, соответственно, это сайт по шахматам, и дал задание довольно простое. Решить 10 задачек. И на следующем занятии, я так невзначай перед занятием посмотрел, сколько же задачек он сделал. И задачек было сделано не 5, и не 7, и не 8, и не 9, но и не 10. Он сделал за 5 дней между занятиями, он сделал 1000 задачек. То есть он просто сидел, щелкал, 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 просто сделал просто огромное количество задачек, по 200, по 300 в день просто задачек делал, просто потому что ему нравилось, просто потому что ему было весело. Вот. Сколько задачек или примеров можно решить с учеником на занятии? 1, 2, 10, хорошо, 20, хорошо, 30, если это прям такое супер, прям хардкорное, продуктивное занятие. А здесь ученик решил 1000. Не потому что его кто-то заставил, не потому что так надо. Он просто захотел, ему просто это нравится. Вот так. Поэтому я все-таки рекомендую вам найти вот этот вот баланс между веселыми занятиями и занятиями, которые просто дают ученику информацию, чтобы ваши занятия были и продуктивными, и интересными, и мотивирующими, и желаю, чтобы все ваши ученики были просто суперскими, точно такими же, как и мои. Всем спасибо, кто посмотрел это видео, и всех буду рад видеть в будущем. До свидания, всем спасибо, всем пока!